Маленькому Юрию Нинартовичу всего 4 года. Но, к сожалению, он уже хорошо знаком с больничными койками. У мальчика эпилепсия. Правда, это не мешает с удовольствием прыгать, бегать и даже проказничать. Мама малыша Наталья призналась, что таким активным он стал после того, как они обратились в Гродненский детский хоспис. У нас было шоковое состояние, когда мы получили инвалидность. Мы даже не думали, что мы это коснёмся. И когда мы пришли в этот хоспис, когда там дети, у них похожий диагноз и всё. И мы пришли, все заплаканы, замучены. И там девочки, то есть мамы, детей, нас приняли с распростёртыми руками. И мы почувствовали, что мы своим, мы нужны. Гродненский хоспис продолжает развиваться. Сенсорная комната – проект нужный и долгожданный. На торжественные открытия собрались все, кто помог его реализовать. А это гродненские предприятия, мастера-добровольцы и, конечно, родители деток. Сенсорная комната стала совместным проектом второй детской поликлиники и гродненского детского хосписа. Поддержали эту инициативу и городские власти. Это прекрасно, что детки, у которых ограничены возможности, неограниченные таланты, будут иметь возможность здесь ещё больше адаптироваться к жизни. С нами работало на протяжении 9 месяцев более 140 специалистов. Главные инженеры выносили мусор, пилили нам стены, укладывали пол. Ребята-аэрографы разукрашивали стены и пытались переложить тот рисунок, который был на бумаге, на стены, чтобы для тяжело больных детей здесь был второй дом. Мы очень хотим, когда семьи, у которых есть тяжело больные дети, они будут сюда приходить, чтобы для них здесь было очень комфортно. Сенсорная комната получилась сказочной. Стены с волшебными рисунками и даже шалаш в углу. Главный принцип таких помещений – оздоровить при помощи игры. Заниматься дети с ограниченными возможностями здесь будут вместе с психологом. Эта комната целиком и полностью является инструментом для глубокой психологической работы с детками. С детками в первую очередь с патологией центральной нервной системы, с детками, испытывающими так называемую сенсорную депривацию. Когда ввиду своей патологии невозможности активно развиваться и искать что-то новое, детки находятся, например, в одной комнате. Они недополучают информацию по основным каналам восприятия – визуальному, аудиальному, кинестетическому. В сенсорной комнате есть возможность погрузить детей в мир ощущений, что необходимо для развития головного мозга. Занятия здесь начнутся уже на этой неделе. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.